Чтобы провести этот стол, я передаю слово Петру Харитонову, который дальше поведет наш корабль. Всем спасибо. Спасибо большое. Друзья, спасибо, что собрались в этот прекрасный субботний вечер. У вас у всех прекрасное настроение. И мы подготовили интересную тему для обсуждения. Аналитика, статистика, маркетинг и все, что с этим связано. За столом собрались топы. Я начну с Ли Флакс, это управляющий партнер има Геймс. Максим Максимов, управляющий партнер новой студии Рокет Джамп. Антон Красный, управляющий партнер компании Мурка. Максим Шатилов, коммерческий директор веб Геймс. Технический директор альтернативы платформ Антон Волков. Сергей Бруй. Кстати, должность я твою не помню. Бизнес девелопер, там что-то я помню. О, менеджер-директор, управляющий партнер. Вайзер Интерактив. И самый сладкий фрукт Андрей Фадеев, управляющий партнер прогресс-стар. Итак, начнем. Друзья, вот меня всегда интересовал вопрос, можно ли подходить к созданию игры через призму статистики, аналитики, табличек и всего, что с этим связано. Хотел бы слово дать Антону Красному. Как вы делаете в своей компании игры? Как вы начинаете? Как мы делали? Можешь и так, и так, что может быть изменилось. Ну, я думаю, как любой, наверное, игровой стартап, сразу мы просто делали игру. А только потом она начала обрастать всякая статистикой, аналитикой, табличками. Ну и сейчас, да, сейчас мы уже стараемся все делать на основании выводов. То есть идем к ДДД, так называемому. Но это крайне сложно. Не, ну вы там делаете табличку там из серии, вот мы хотим, чтобы эта игра там зарабатывала настолько, и она будет зарабатывать потому, что мы вот продумали такой геймдизайн и так далее, или нет? Не, ну такую табличку можно сделать, но не получив хотя бы первый какой-нибудь фидбэк, да, там с первой версии, то вряд ли что-то она тебе даст. Антон Волков. Раз, два. Петь, ну на самом деле у нас, конечно, нет такого опыта, что там много игр сделано и все остальное. Но с другой стороны, один проект – это тоже много фичей, каждую фичу можно воспринимать как, ну, какой-то мини-проект, да, и решать, какую делать, какую не делать и так далее. И вот этот вот подход, метрикс-древен-девелопмент, он по большому счету, он верный, он правильный, стоит это делать, но это же всего лишь проверка гипотез. То есть метрики позволяют нам проверить, насколько наши гипотезы хороши или не очень, выбрать из какой-то из гипотез наиболее лучше, но этот подход гипотезы-то ведь не генерирует. Да, согласен с тобой. Не, я просто, я вот лично в своем опте задумался, что как-то совсем грустно игру делать через статистику все-таки. Но вроде кажется, что это правильно. Нет. Андрей, Андрей, помоги мне. Давай. Вообще игру надо делать через статистику. Но, к сожалению, к этому приходишь после пяти лет возможных таких полууспехов, неуспехов. И какой бы гениальный продукт в голове разрабатывающего геймдизайнера не начинал существовать, если это не проходит через табличку статистики, то, собственно, ничего он зарабатывать не будет. А если там нету такого пункта, как маркетинг, то можно вообще говорить, давай, до свидания продукту. То есть проверять надо, но не генерировать же, верно? То есть ты правильно сказал, что надо проверить идею, но не создать ее на основе статистики. Да. О, да. Сергей. Да, ну у нас противоположный опыт. Мы с зомби-фермой изначально на статистику не опирались. Мы шли от понятия хорошая игра должна зарабатывать деньги. Этот подход используется достаточно часто и многими, но тут нужно понимать, что если вы нацеливаетесь на такой результат, то вам нужно обязательно нацелиться в хит. Потому что рано или поздно, если вы сделаете просто плохую игру, она не станет хитом. И у вас не будет статистики. То есть вы не будете иметь инструментов как-то что-то улучшить. Мы к статистике на зомби-ферме, такой более-менее толковой, пришли на второй год ее существования. До этого она просто росла гигантскими темпами, и у нас не было времени вообще даже думать об этом. Ты считаешь, что хит легко сделать? Много хитов выходит? Нет, я считаю, что метрики могут людей на ложную дорожку перевести. Отвлечь их от каких-то общего понимания, что происходит в игре и куда она идет. И сегодня много изучало понятие пользовательской привязанности к игре. И она очень сильно завязана на том, лояльность игрока сильно завязана на том, что не обязательно всегда во всем в виде цифры. Многие вещи не будут приносить денег, но в долгосрочной перспективе они могут вылезти в таких моментах, которые ты не поймешь, почему у тебя тут выросло. Это лояльность игрока. Иногда это просто какая-то хорошая фича, которая не обязательно приносила тебе изначально много денег. У меня на этот счет есть замечательное высказывание Марка Пинкуса, руководитель Зинги наверняка вы знаете, где-то совсем недавно прочитал. Его упрекнули в том, что он слегка заимствует чужие идеи, нагло копипастит все, что вообще движется. Он сказал, друзья, как вы хотели зарабатывать деньги. Если вы хотите заработать деньги, берите то, что хорошо лежит. И даже если вы совсем полный непонимающий человек, точите, 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 точите до тех пор, пока не добьетесь показателей таких же, как у игры, собственно, с которой вы скоммуниздили. Поэтому я считаю, что любую задумку можно довести до ума, но над этим, безусловно, надо очень долго, кропотливо работать. Иногда на это не хватает денег, ресурсов и всего остального. И желания, самое главное, мотивации. Но если хватает, то продукт обычно бывает взрывным. То есть за цикл разработки удается сделать 100 продуктов, и вот одна идея из этих 100, она, собственно, и выстреливает. Поэтому статистика важна, ее нужно считать, но без труда не выловишь и рыбку из пруда. Мне просто интересен подход, Андрей Привыч. Максим. У нас было опыт создания игры без статистики и со статистикой первоначально. Лучше со статистикой, чем без нее. Но когда ты начинаешь делать новую игру, нельзя сесть, написать на бумажке параметры, которые хочешь достигнуть, и потом придумать на основе них игру. Так ничего не получится, нужно придумать игру, и потом подумать о всех параметрах, расписать там бизнес-план и так далее. И посмотреть, насколько это все состыкуется с той игрой, которую придумал. То есть статистика важна, но не она первое звено в продумывании. Вот у нас очень похожа. Тут нужно ориентироваться на какие-то предыдущие значения, предыдущий опыт. Когда есть предыдущий опыт предыдущих продуктов, ты можешь знать какие-то коэффициенты и показатели. Если ты просто считаешь и мыслишь, какая у тебя будет прекрасная игра, это неправильная статистика. Поэтому есть опыт, когда есть статистика, есть опыт, когда нет статистики. Все-таки лучше ориентироваться на реальные показатели, а не мифические, и на основе них уже делать какие-то прогнозы. Тут на самом деле очень важно, когда игра разрабатывается, нет никакой статистики, как это сейчас себя поведет. Но как только она переходит в стадию оперирования, когда мы понимаем, что игра приносит деньги, что трафик окупается, тогда и появляется статистика. То есть это скорее инструмент полишинга и инструмент, который помогает выбрать направление, куда двигаться. Мы хотим увеличить жизненный цикл пользователей. За счет чего? За счет вералки, например. Смотрим, есть ли у нас право по вералке. Или хотим мы увеличить жизненный цикл пользователей за счет контента. Смотрим, как быстро контент поглощается. Но не более. Статистика – это опять же только инструмент выбора пути и проверки гипотезы. Статистика – да, согласен. Но когда ставится задача геймдизайнеру, геймдизайнер – сделай игру. Эта игра будет создана для такой-то аудитории. Эта аудитория на таком-то рынке стоит нам один доллар за регистрацию. Соответственно, мы с этого пользователя хотим зарабатывать столько. Соответственно, экономику, по идее, он должен продумать именно исходя из того, какие есть вводные данные сверху. Вот вопрос в том, что мы думаем изначально о них или нет. Потому что очень много продуктов изначально не могли купаться. Потому что изначально геймдизайнер не знал вводных данных. Есть продукты на рынке, которые хорошие, популярные продукты. Я знаю, такие, как, например, Батва. Хороший продукт, популярный. Но на рыночных условиях она бы не окупалась, если бы не было бы там очень дешевого ресурса по трафику. Вот я к чему. На самом деле, давайте перейдем к следующему вопросу. Правда, действительно, где-то посередине нужно делать, прежде всего, игру. Но так, чтобы создатель все-таки четко осознал, для кого он делает, и как дальше это будет все окупаться. Правильно? Да, правильно. Друзья, давайте теперь перейдем к конкретике. Интересно, на какие параметры, именно конкретику, да, вы прежде всего обращаете внимание. Вот я первый написал такое, три буковки ROI. Что это такое? Есть кто хочет сказать? Антон Волков. Хорошо. До следующего. Есть, ну то есть мы долгое время играемся со статистикой и построили хорошие модели зависимости различных параметров. И в частности, там не так давно для себя осознали, что тот же эпиковый онлайн это совершенно никому не нужная статистика и совершенно ничего не определяющая. В общем, самые-самые корневые показатели, за которыми мы следим, это так называемые игры часы. То есть сколько игровых часов было проведено сегодня, ну там или за неделю. Ух ты, это ключевой параметр. Это ключевой. Оказалось, что именно он коррелирует со всем остальным. Вот. А, например, пиковый онлайн вообще никак не коррелирует. То есть запросто пиковый онлайн может летом быть ниже, осенью становиться выше, но при этом форма самого онлайна меняется. То есть стоит считать интегральную сумму, то есть сколько всего игровых часов было проведено. Вот. И интересная такая интересная зависимость, что практически, вот деньги практически точно коррелируют с количеством часов, проведенных в игре. Это в нашем случае это именно так. Мне кажется, что это больше для браузерного рынка, то есть для социального рынка это ретеншинг, это ты можешь много посидеть в игре, там провести несколько часов, но потом больше не вернешься. И тогда все, это смерть игре. Для браузера это да, это хорошо. Для социального рынка один основной показатель – это ретеншинг. Если человек возвращает, значит ему твоя игра нравится. Он голосует там рублем, а иногда и не рублем за твою игру. Тогда вот это основной показатель. Тем не менее, если они не возвращаются, то тогда игры часов ведь нет. Нет, ну да, но даже если он провел две минуты, а потом еще возвратился, еще провел, еще, это лучше, чем он провел час и не возвратился. Ну а если говорить о рое, там… Что такое рое? Я имею в виду, что в конечном итоге, конечно, ретеншинг важен, да, безусловно, но именно более такой интегральный показатель – это именно игра часы. Потому что если у тебя хороший ретеншинг, значит у тебя и игра часы будут высокими. Если он возвращается часто и много, значит игра часы будут высокие. Вот почему мы пришли именно к этому показателю. Ну да, опять же, ты можешь редактировать время сессии и так далее. Но если мы гоморроя, то есть для меня там некая окупаемость, не знаю там, что имел в виду Петр, игры или трафика, мы уже посустили по этому поводу. Ну, для меня кажется, любой трафик должен там окупаться. Если твой трафик не окупается в какой-нибудь там недельной, месячной, там двухмесячной перспективе, значит ты делаешь что-то не так. Там даже у нас есть много трафика, как бы, который мы используем в своих приложениях. И то, как бы, если мы делаем неправильные механики, трафик не окупается. Если мы делаем правильные истории, там меняем обучение, меняем кнопочки, мы видим совершенно другие значения там конверсии. И тогда трафик окупается. И ну это правильная позиция, когда мы работаем на дрове и понимаем, сколько мы денег тратим на рекламу и сколько мы получаем в итоге. И через сколько мы эти деньги вернем себе, как говорится, в карман. Можно вот спросить, вы когда считаете вот эту окупаемость трафика, вы просто по одной регистрации смотрите, да? Нет, почему-то, ну, вероальность, все показатели смотрим. То есть, если просто читать, она никогда не будет окупаться. Мы смотрим, как бы, и органику, и вероальность, все остальное. Илья, сейчас секундочку, я вот выражу мнение. Я вынужден признать, что мы, я уверен, никогда в жизни не рассчитывали скорость принесения денежных средств пользователям. Возвращают деньги, которые потратили на их привлечение. То есть, взяли там, я не знаю, привели в понедельник 100 человек. Они, конечно, в течение недели, там, в течение месяца генерируют там X денег каждый день. Как раз вот этот интегральный показатель, про который Антон говорит, это, ну, у тебя человек часы, у нас, по сути, человека доллары. Сколько они долларов приносят там каждый день. И таким образом считается и ROI, и NPV, и все остальное. Сколько приносит в среднем? От игры сильно зависит. Ну, такой в среднем показатель. Порядка 12 рублей, наверное, на инсталл. Тут, что на самом деле важно. Либо у тебя очень большая виральность, и тогда стоимость привлечения трафика низкая, да? И тогда у тебя окупаемость может быть очень низкая. Либо у тебя очень большая доходность, очень высокая доходность. То есть, если у тебя там виралка ноль, и тебе приходится, и нет никакого органического трафика, тебе приходится покупать постоянный трафик, 100%, да? То там, я не знаю, цена за инсталл, ну, условно, 100 рублей. То тебе пользователь должен приносить там с долей соцсети 200 плюс рублей. А если у тебя виралка 90%, то тебе 10% трафика надо закупать, и у тебя уже стоимость инсталла будет там 10 рублей. Это означает, что у тебя пользователи должны приносить всего 12 рублей, и тогда ты будешь прибыльным. Вот в чем основная идея. И вот тут как раз нужна аналитика, чтобы это балансировать. У меня вот такой вопросик есть. Как вы считаете, коллеги, вот все-таки, да, виралка, ну окей, вы посчитали, сколько он друзей пригласил, да? Сколько эти друзья задонатили, они в свою очередь еще друзей пригласили и так далее. А как быть с общей популярностью вообще игры на рынке? То есть если у тебя реально огромный трафик ты закупил, и просто про твою игру все знают. Как ты отследишь, кто из этих там миллионов игроков, которых ты оплатил, да, как они кого привлекли. То есть у нас вот школьники там всеми классами играют. Кто-то один взял, пригласил весь класс. Как ты поймешь, что это он? Реферер. Реферер это как? Вот он пришел в школу и сказал, слушайте, я играю в танки онлайн. А это очень сильная вещь. Как ее считать? Вот большой вопрос. Ну я думаю, что там большая доля удачи, в принципе, там, ну то есть прогнозировать это там с точки зрения статистики и аналитики. Кстати, не надо путать эти два слова. Я думаю, что спрогнозировать ее очень сложно, вот тут царфанное радио. Я еще хотел вот маленький комментарий вставить насчет lifetime value, да, то есть сколько денег мы имеем с человека и игры часов. Может быть, конечно, корреляция есть, но игры часы такая штука, которую очень быстро замерить. То есть, грубо говоря, останавливая сервер, там, не знаю, допустим, на 15 минут, мы можем с точностью там до 1000 рублей спрогнозировать, как изменится ревеню за этот день. А lifetime value, оно меняется, ну, месяцами. То есть, чтобы замерить последствия, да, от каких-то телодвижений, тебе надо пройти, по сути, жизненный цикл, ну, как бы, нового поколения игроков, да, которые после этого изменения произойдут. Да, но на самом деле это не совсем так. Почему? Потому что ты сделал, допустим, какой-то контент выдел, там, ну, условно, для 20 уровней, да, и тебе не нужно ждать, пока люди с первого уровня дают до 20, и потом купят этот контент. Тебе нужно просто посмотреть на людей, которые сейчас 19 уровня находятся, и, ну, такая логика действует, в принципе, для всех апдейтов. То есть, тебе не нужно собрать полностью весь этот вектор LTV по дням, тебе нужно просто взять людей, которых не коснулся апдейты, которые, там, через день он коснется. И мы так считаем, погрешность у нас, на самом деле, гораздо выше, плюс-минус 20%. То есть, когда мы берем, прогнозируем, вот мы вливаем столько трафика, что на выходе получится. Берем, считаем, вот этот вот вектор, и на основе него прогнозируем, получаются обороты, если взять среднее значение за месяц, да, то ошибка порядка 15% статистическая. Илья. Да, ну, на самом деле, можно, Андрей, не только там трафиком играться. То есть, у нас может трафик идти там из одного источника, мы можем играться внутренними конверсиями. То есть, у нас есть несколько креативов, не знаю, картинки, или несколько креативов обучения, там, с различными шагами и так далее. А трафик один, одна ца льется. Но при этом, если мы играемся с внутренними, там, различными функционалами и историями, мы получаем совершенно разные показатели конверсии. Например, там, полчаса у нас одна история, через полчаса мы включаем другую и смотрим, какая конверсия. Но на одном трафике получаем различные результативности. То есть, различная, по сути, окупаемость нашего трафика и показатели. Также мы можем на одном функционале посмотреть различные конверсии, когда трафик разный, льем разный ца. То, что, например, разный трафик, который мы закупаем дополнительно, тоже показывает разные значения. Какой-то трафик вообще не окупается, как бы мы его, какой бы продукт не лили. Другой трафик упаясь в значительных показателях. Можно я тоже отвечу? Антон, а твой вопрос? На самом деле я бы не учитывал этот виральный рост сарафанное радио в Роя. Я бы абстрагировался от этого. И если мы говорим о том, что игра – это бизнес, то мы просто считаем конкретную маркетинговую компанию. Смотри, по такой логике тогда реклама именно уровня бренда, допустим, на телевидении, она в такой логике в принципе никогда не возникнет. Так верно, о ее эффективности никто не знает на самом деле. В том-то и дело. Это не значит, что ее нет. Она, наверное, есть. Это классный вопрос на самом деле. Она неэффективна. Непонятно, может быть, она эффективнее, чем все остальное. Заполнение именно информационного поля с собой, кто знает. Можно провести эксперимент, новую игру запустить и зафигачить рекламу на первом. Дорогой эксперимент. Ну, а как можно мерить эффективность вообще чего-либо, если это невозможно посчитать? Сколько людей посмотрело? На уровне чуйки, может быть. Петр, а ты имеешь в виду органику не читать? Или, то есть, читать прямые показатели конверсий, не читать органику? Ну, Антон говорит о том, что он запустил игру, у него все полетело. Я как, надеюсь, там, мэро и какие-то параметры. Все хорошо. Тогда повезло просто. Не, ну, я о том и говорю. Я ответил, что я считаю, что от этого нужно абстрагироваться и не рассчитывать на то, что это будет там вот так все время. Если мы говорим, что игра – это бизнес, то мы должны просто считать конкретные маркетинговые параметры, компании и так далее. Ну, мое мнение. А я уверен, это главное, что нужно посчитать, потому что по последним данным, сёрч-трафик, например, в Фейсбуке, он имеет максимальные показатели ARPU. А создавать мы его не можем. Ну, я не знаю, как сделать больше сёрч-трафика. Возможно, это видеозаписи, ролики, билборды в Лос-Анджелесе или что-то такое. Но он самый позитивный. Треть трафика как раз идет, вот именно, как ты говоришь. И это именно, да, обилие контента. То есть обилие контента об этой игре. Или об игре-конкуренте, что та же, кстати, играет на руку. Да, понятно, о ком ты. Максим. Ну, я бы хотел сказать, что всё равно в конце у нас заработок на юзера. Да, есть разные юзеры, пришли по разным каналам, но нужно считать экономику на единицу. Считая экономику на единицу, можно понимать, сколько, когда денег будет заработано. У нас есть очень удобный инструмент внутри. Мы прогнозная моделька, которую можно забить, условно, какой трафик мы закупаем, ну, который мы уже прогнали, знаем статистику, сколько у нас идет трафика, условно, верального, с каталога. И мы плюс-минус с небольшой погрешностью знаем весь прогноз наш по деньгам в разных сетях, в разных играм. Очень удобный. Советую сделать такую штуку, у кого нет. Спасибо. Что есть еще по этому вопросу? Комментарий нет. Давайте к следующему перейдем. К этому, наверное, быстро. Там есть даже чуть-чуть более интересные моменты. Какие инструменты аналитики вы используете? Есть ли что-то вообще полезное? Максим, давай. Да, мы на самом деле много чего попробовали. Попробовали, поскольку игр довольно много, там где-то были самописные решения, где-то ставили Google Analytics, потом пришли, купили Contagent и стали ставить на все игры. Раз, и два сейчас для самых хороших игр, которые показывают самые хорошие показатели, подняли Hadoop, на него Hive. И таким образом мы можем делать очень детальную аналитику прямо по когортам. То есть делать запросы вида, как себя ведут пользователи, которые зарегистрировались по такой период, которые внесли в игру больше, чем, не знаю, 100 рублей, сколько они в среднем живут, или что они там покупают, и оптимизировать игру для таких целей. Но это довольно технически дорогое решение, поэтому мы сейчас его внедрили всего на данный момент на одну игру, в ближайшие полтора-два месяца еще на три игры поставим. Можешь повторить, как называется решение? Само решение самописное. Нет, вернее, основное это Contagent, который собирает довольно детальную статистику, которая позволяет очень много решений, как раз, как это называется, метрикс, драйвинг, девелопмент делать. Но когда какие-то детальные данные нужны для инсайтов, Contagent не помогает, потому что там нет понятия когорт. И тут уже нужно делать свое хранилище данных, которое позволит тебе играться и со всяких разных перспектив смотреть на данные. Отлично. Антон, что там у нас на мобилочках интересного? На самом деле не важно, где на мобилочках, не на мобилочках. Я удивлен тоже, что прозвучали такие слова, как Hadoop и Hive. Мы тоже используем, у нас тоже самописное решение. Но это самописное решение, я писал, на Фейсбуке перерастет в коммерческий продукт, не такой дорогой, как на Contagent. Но это основное преимущество, это кластеризация, то, что можно делать любые срезы, смотреть, как они себя ведут. А использовать можно на самом деле и Excel. Смотря какое количество данных у тебя есть. Если у тебя там миллионы записей, но Excel уже просто не потянет. Надо там PowerPivot, можно на него настройки всякие. Тут вопрос просто, как эти инструменты использовать. И Google Analytics можно делать правильные выводы. И Excel можно делать правильные выводы. Дороговизна инструментов на толковость выводов, я думаю, вряд ли влияет. Мне кажется, Contagent стоит совершенно неадекватно много денег. Они все могут настолько гениально сделать внутреннюю систему, как Андрей Евгеньевич, который в конце стола. Поэтому, я думаю, какие-то уникальные решения, универсальные, наверное, на российском рынке, а может быть не только на российском, будут помогать разработчикам делать правильные выводы. Ну вот, собственно, я недавно начал использовать систему NES-124, которая, собственно, недавно только запустилась в ВБТ. Ну, пока мне нравится. Я думаю, что это на порядок выше нашего внутреннего решения. Ну и приятно, что я могу одновременно, как мои сотрудники, посмотреть различные результативности, различные графики, померить динамику, конверсии. Ну, мне кажется, это залог успеха. То есть, сколько бы геймдизайнер не был гениален, какой бы опыт у него не был, все равно цифры должны подтверждать наши действия. Ну и статистика, как бы, это самое основное. Поэтому, ну, за контагента я не готов платить столько денег, а какие-то универсальные решения, да. Мне кажется, за это будущее, как бы, и желаю всем разработчикам использовать максимально такие решения и на основе выводов уже по конверсиям делать выводы по доработкам игры. И уже потом только, даже вторым эшелоном, идти какие-то внутренние выводы на основе опыта и всего остального. То есть, сначала цифра, потом, как бы, логика и опыт. Максим. Я бы хотел Илью добавить. Тут еще ошибка, которую часто делают. Смотрят статистику и смотрят, и думают о ней. А что дальше-то, смысл? Мне кажется, подход другой. Вот мы его используем. Мы сначала задаемся целью, условно. Мы увеличиваем монетизацию. Дальше мы раскладываем это на составные части. Каждую из частей анализируем и увидим. Ну, условно, там, в рамках какого-то этапа игры юзеры платят денег меньше, чем на других этапах. Смотрим, почему. Что не хватает. Почему на других платях добавляем и растим. Ну, то есть, сначала цель, а потом статистика. Гуд. Позвольте, я добавлю, как Илья правильно заметил, у нас очень-очень крутая система статистики, самописная, на наших продуктах работает. Но, как это традиционно бывает, сейчас вот зима, мне хочется лета, а летом, когда жарко, мне хочется зимы. Все время возникает желание заюзать какую-нибудь новую систему статистики, которая наверняка лучше, чем наша, которая лучше все считает. В последнее время мне вот очень сильно нравится система статистики, очень упрощенная Facebook, которая работает, ну, по сути, автоматически для всех продуктов. И ее плюс заключается в том, что они могут сказать, слушай, дружище, у тебя вот нотификации меньше 17% проходят. Давай вот поднимай немножко, да. И вот система статистики, которая объединяет множество продуктов различных, они могут агрегировать данные так, чтобы каждому конкретно говорить, в чем он не прав. Каждый из нас отдельно такого никогда не добьется. Мы все время будем думать, что мы правы, а на самом деле в среднем по рынку мы не правы. Ну, то есть универсальное решение все-таки решает. Да, но, к сожалению, таких сейчас еще нет. Они не могут удовлетворить всем нашим просьбам. Так вот, надо что делать. Идеальное решение от Facebook будет это сделать самый средний продукт, правильно? То есть это как бы история успеха. Отлично. Мне кажется, надо рвать статистику. Плюс 5% рентабельности. Мы со своей стороны к чему пришли? На самом деле системы разные надо применять. В частности, вот смотрите, сплит-тесты – это прекрасная вещь, особенно когда ты проверяешь какие-то гипотезы. Ну, грубо говоря, да даже примитивные совершенно. Там красная будет кнопочка или зеленая справа или слева, да, или так мы сделаем менюшку, или эдак, ну и так далее. Гипотез постоянно очень много. Как сделать правильно, никто не знает. Соответственно, что в этой ситуации сделать? Либо, ну, включать чуйку, да, и надеяться, что ты правильно попал, либо проверить кучу гипотез. Займет время, да? Соответственно, если ты можешь это сделать очень быстро, проверять эти гипотезы, как пирожки. То есть буквально запустил и проверяешь. Четных пользователей кнопочка справа, нечетных кнопочка слева. Быстрый деплой, 15 минут ждем, смотрим, что у нас получилось в статистике, принимаем решение, кнопочка справа. Все. Вот если наладить процессы именно так, то есть быстрые деплои на какие-то тестовые сервера или на какую-то аудиторию, которая там, ну, дала свой чекбокс, что там, на мне можно… Сочувствую. Да, может в этом плане, да, браузер, может тогда на браузерке проверять сначала, а потом уже… Нет. Хорошо. Нет, каждый со своей стороны, конечно, смотрит. Вот, и второй момент, это вот тоже, конечно, крайне важно иметь вот эти вот системы выборки сложные, потому что у геймдизайнеров иногда такие вопросики возникают, на которые вот сходу вообще никто ответ дать не может. То есть такие взаимосвязи, такие зависимости, там, какой трафик как себя повел, там, через две недели после того, как он сделал вот это. Откуда взять эти данные, да? То есть агрегировать огромное количество данных, наверное, стоит. Но вот такие вот разовые штучки, да, типа, там, вороночку померить быстро или, там, кнопочку подвинуть, для этого какие-то быстрые сборщики статистики в самый раз. И не надо их хранить, эти данные. Ты их собрал 15 минут, проанализировал, стер нахрен, они тебе больше не нужны. Зачем? Антон? Ну, в любом случае быстро, я думаю, такие решения принимать сложно, потому как бы остатка погрешность. Сколько у вас должно быть людей, чтобы вы за 15 минут сплит-тест финализировали? Ну, наверное, там, миллионы людей, я не знаю. Ой, да ладно. На самом деле практика показывает, что буквально выборка из где-то 5-6 тысяч человек, то есть респондентов, уже не дает особой погрешности дальше. Ну, вот на нашем примере. Как бы, я не знаю. Ну, может быть. Ну, вот то, что мы пытаемся сделать, это, собственно, чтобы геймдизайнер, как он есть, не бегал в отдел статистики аналитики, говорил, померите мне это, вот, то есть он мог сесть за Гуи и сам выставить по ивентам какой-то кластер и посмотреть, как они себя ведут, то есть на какой день у них максимальная прибыль, там, и все прочее. То, что мы хотим сделать и делаем. Вот. Какой следующий вопрос? Спасибо, спасибо. Да, следующий вопрос вот такой он. Канал «И стоимость трафика внутренний отдел маркетинга, издательства и суперхит?» Такой вот вопрос. На самом деле, просто хотелось бы, чтобы вы поделились своим опытом, как быть вообще в студии, да, самой заниматься маркетингом, всеми этими статистиками, аналитиками, или обратиться там, может быть, к издателю, или рассчитывать на суперхит, вот. Как у вас это сейчас происходит? Может быть, вы поделитесь цифрами, по какой стоимости вы что покупаете, где, на каких платформах? Улыбались так. С этим делиться не надо. А ты на что рассчитывал? То есть те, кто сами делают маркетинг, скажут, что да, маркетинг надо делать самим. Те, кто издатели, скажут, «Не, вы что, надо идти к издателям?» Ну, нет, слушай, там, может быть, год назад там кто-нибудь сказал, что, вот, блин, да, издательство – это супер, SixWays рулись, а прошел год, трафик закончился, SixWays уже не рулись, да? Я вот, например, порекомендую самим заниматься маркетингом. Почему? У вас очень много денег и времени. А если нет денег и времени, что делать? Тогда нужно искать, кто умеет это уже делать, кто это время и деньги уже потратил сполна. У кого есть деньги, батя, у него и тратите самим на маркетинг. Он говорит, не получилось, не ж могла. Кстати, да, бывает и такое, что… Да, да и шо? Куча денег, куча времени, но в маркетинге он тоже не получается. Ну, то есть ты веришь в издательство, да? Ты веришь в издательство, что это возможно, да? Ну, я верю, как бы, не в издательство, вот, как, наверное, все думают. Я верю, скажем-таки, в смарт-мане. Ну, в смарт-мане это не обязательно должны быть просто деньги, есть еще просто… Партнерство. Партнерство, да, людей, которые смотрят, говорят, это говно и все, давайте делать либо другое. То есть на издательство ставим крест, короче. Это тоже очень важно, да, брать все подряд и издавать. Даже вопрос не в издательство, там, издательство, не издательство, как бы вопрос в том, как ты тратишь деньги на маркетинг. Ты можешь быть и не издателем, и с умом тратить деньги на маркетинг, когда ты эффективно используешь, там, каждый рубль, ты можешь при этом быть издательством и тратить кучу денег, бестолково, как бы привлекая непонятно кого. То есть вот полностью согласен, что важно, как ты тратишь деньги. Там, если у тебя есть даже первые, там, 100 баксов, ты можешь их потратить так, что выхлоп будет очень большой. 102. 102. У меня совершенно не заинтересованный взгляд. Что на самом деле действительно важно, это, опять же, окупаемость пользователя. Ты можешь покупать трафик за вешенные деньги, но если он будет у тебя окупаться, это первое условие, и второе условие, если у тебя есть бешеные деньги, чтобы приводить там сотни тысяч, там, десятки, сотни тысяч этих людей, то издавай игрушку сам. Но чаще всего у студий, ну, нет таких ресурсов. У них нету даже аналитики зачастую, которая не позволяет это померить. Поэтому такие студии должны издавать свои игры с издателями. А крупные, наверное, да, они должны издавать их самостоятельно. Но при этом они потратят там очень крупные деньги на те ошибки, которые издатели уже совершили. Сергей, мне хотелось бы к тебе обратиться. У тебя большой опыт, на самом деле, в этом. И вот и в суперхите, и внутреннее дело маркетинга, и издательство. Ну, у нас история длинная. Мы прошли через все грабли. Мы сделали суперхит и пошли к издателю. Это на данный момент времени воспринимается, конечно, как большая глупость. Конечно, большое спасибо нашему издателю. Мы хорошо с вами поработали и заработали вместе денег. Но если я сейчас вернулся бы в то время, наверное, мы, конечно, приняли бы другое решение. Ну, смотрите, будьте немножко авантюристами с первым проектом. Ну, попробуйте, попробуйте. Есть инструменты сейчас получить трафик в России. Там, социальный, если говорить про социальный рынок. Вы можете легко получить там свои 2 миллиона установок за фактически ноль денег. Это уже вам даст, ну, если по суммам подходить к вопросу, это уже вам даст какие-то там старт, какие-то мысли и так далее. И я думаю, что вот это вот желание сделать все самим, оно очень сильно мотивирует и держит людей в тонусе. Когда ты начинаешь пользоваться чужими деньгами и рассчитывать на чужие деньги, очень много совершается таких ненужных, неэффективных решений. Максимальная эффективность – это когда нет денег. Вот когда нет денег, ты принимаешь все четко и правильно. Вот надо делать вот это, надо сделать, чтобы это было завтра, и надо сделать, чтобы вот эта фича приносила деньги, и чтобы это все не растянулось на энное количество месяцев. Это мотивирует. И так, я думаю, прорыв такой был у многих студий. Именно таким образом совершался. Что касается идти к издателю, ну, я не знаю. Не идите к издателю. Ну, нет в этом смысла. Идите к партнеру. Вот это вариант. Ну, то есть там партнерские отношения, люди, которые помимо того, что вам дадут какие-то деньги на маркетинг. Что такое маркетинг? На маркетинг можно потратить 100 тысяч. Кому-то это копейка, кому-то это невероятные деньги. И смысл в этих 100 тысячах. Не ведитесь на эти суммы. Они ни о чем не говорят. Баннеры, мы там потратим 100 тысяч на вашу мобильную игру, мы потратим 200 тысяч на ваше продвижение. Что это? Это вообще ни о чем. Работайте сами, либо ищите партнера, который придет и скажет, вот давайте делать вот такую игру. Вот есть тренд, вот есть технология, вот есть деньги. Вот давайте попробуем. Какие у вас есть специалисты, какая у вас есть технология. Но вот таких людей очень мало, и такие люди очень мало берут людей в партнерство. Им, чтобы, вот конкретно в нашем случае, чтобы нас заинтересовать, к нам у нас есть несколько таких студий, с которыми мы начали работать, чтобы на них нас заинтересовали тем, что у них горели глаза. Они приходили, предлагали, 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 постоянно работали, постоянно были на позитиве. Но таких единицы. Очень круто. Я думаю, что такими становятся как раз те, кто хочет денег. Очень много важных мыслей прозвучало, Максим. Я бы еще добавил по поводу этого издателя. Многие думают, что отдал игру издателю, и после этого, в принципе, все. Ну, типа, сидишь, смотришь, трафик тикает, может быть, апдейтишь, может быть, и все что-то. Это не так. И так никогда не будет. Вы отдали игру издателю, нужно работать в два раза больше. Вам нужно понимать, что делает издатель. Вам нужно его пинать, взаимодействовать. Вы у него один из десяти, сотни тысячи. И вы ему не нужны. Он вам нужен. В больших случаях так. Поэтому издатель, это сложное. То есть, если вы выбрали издателя, и работу с ним, это очень сложная задача, которая решаема, но нужно над ней плотно работать. Сказки не будет там. Печалька. Часто, да, слышат, что будет rocket jump, да? Окей. Что, Илья, ты добавишь что-нибудь? Или перейдем к следующему? Давайте к следующему перейдем. Там напоследок я оставил, хотелось бы, чтобы вы поделились реально успешными кейсами, как выходить с продуктом на различных платформах, как правильно, в какой момент наливать трафик, какой не наливать, когда добавляться в рекомендованные, в новые и так далее. Кто начнет? Давай, давай, молодец. Мобилочки интересные. Что там, как? Не знаю, давайте какие-нибудь кейсы порассказываем, чтобы не вода была. Не, ну я тебе, конечно, естественно, только конкретика. Окей, ну, например, давайте расскажу про кейсы, ну, лично с нашей стороны. Это Amazon Kindle, да? Ну, как бы очень интересный рынок. ARPU самая высокая вообще среди всех мобилок. Ну, лично у нас, не знаю, может кого-то совершенно, ну, то есть там трафик вообще невозможно закупать. Вот там нет, там таковое происходит. Там темный лес. Amazon Kindle, да? Ну, это, по сути, платформа Android, как бы, но у них там свое решение, они там военно это все производят. Поэтому, ну, на Amazon первое точно выходить не надо. Не надо первое? Ну, там есть деньги, они очень стабильные, но они там, там, он живет там своей, он там живет своей жизнью, там что-то происходит, то есть там не знаешь, что происходит. Ну, вот взлетела там revenue, там, ну, там на 15% чуть поднялось. Что произошло, непонятно. Слушай, ну, а слот journey в топ-гроссинг американского App Store, как поднять, чего это стоило? Расскажешь? Много. Много. Да, это встало. Ну, может быть, нет? Долго, кропотно. Не, ну, окей, ладно, может быть, там конкретные суммы не надо, но просто это сразу, сразу получилось. Не, ну, вот просто, мы там залили 5 лямов туда и оп там в топе. Не, ну, это так в любом случае не происходит. Не, ну, так может происходить, но ты вот как в этот топ попадешь, так на следующий день из него и свалишься. Потому что... Рассказки не то, что такое. Денег это стоит много, но это 7 цифр в долларах. 7 цифр. Да. Окей. Ну, чтобы там держаться именно, как бы. Очень хорошо, когда игра тем трафиком, который из этого топа в нее заливается, вот, ну, грубо говоря, там, органический, вот она его сама, этот сам трафик и веб поддерживает. Ну, это... Есть такие тактики вот у некоторых там издателей, да, вот они загоняют, там, держат два дня и смотрят, как она будет в этом гроссинге сама себя поддерживать. Если поддерживает, ок, не поддерживает и... Ай! И все. По андроиду нет опыта? Какого опыта? Ну, там, не знаю, там, налил 30 тысяч регистраций за сутки, попал в топ быстрорастущих, что-нибудь такое. Ну, лично, как бы, рынком номер один, ну, для нашей компании мы определили для себя вот, ну, iOS-платформы. Android, ну, у нас... Мы там, честно скажу, признаться, не знаю, но это... Мы там пока вот не открыли эту коробочку Пандоры, там, что у нас там есть куча-куча трафика, мы знаем кучу-кучу партнеров. То есть на iOS-е, да, можно так сказать. Максим Донских отказался рассказывать секреты. Я на него посмотрю, как говорю, он говорит, сразу на Максима всплыл. Вот, что еще поспрашиваешь? Нет вопросов, Кантон. Реально, очень-очень большой мобильный опыт. Не рассказывает же ничего. Не, ну, ты спрашивай. Секреты я не буду рассказывать. Семь цифр только. Семь цифр уже хорошо. Это много. Мне кажется, касательно опыта ВКонтакте, после там нашего нового каталога прекрасного, то есть тут либо пан, либо пропал. То есть у нас есть два там неких кейса, как бы, скоро будет третий. Вот, с запуском игры там в каталоге. То есть есть там история с новинками, есть история с рекомендуемой, есть история с собственным трафиком. Так вот, как вы этим эффективно управляете, какая последовательность действия у вас находится. То есть от этого зависит напрямую результат компетишена после всех этих трех действий. То есть там на одной истории у нас было там 300 тысяч установок, по другой истории там 900 тысяч установок. Вот там соседи сидят, у них там больше миллиона установок. То есть поэтому какую картинку вы выберете, когда вы запустите... Как делать нужно в итоге? Как делать нужно, чтобы... Правконтакт? Да. Пока Правконтакте, да. Я считаю, что надо сначала заливать какой-то первичный трафик, понимать, какие конверсии, допиливать, после этого новинки, как только она появилась, новинки, новинки подогревать трафиком, как бы, ну и после рекомендуемых сейшн только продлевать. Тогда, как бы, будет все хорошо. При этом, если вы угадаете с картиночкой, то будет все прекрасно. Ну, конечно, гениальные, креативы, не все могут делать. Только вот Андрей Евгеньевич, возможно, король сейшна. Ну, с одноклассниками все то же самое, думаю. То есть если вы будете покупать трафик, в момент там публикации в новинках, там, обычно у 90% разработчиков падают сразу серваки от трафика одноклассников и все говорят, сколько людей пришло, как же так, и деньги теряем, и все такое. Так вот, если сервак держит все нормально и все прекрасно, то за день-день можно там получить бесплатно сотни тысяч различного трафика. При этом, если ты это не получишь с помощью какого-то креатива, ты заплатишь за это деньги живые. И, собственно, креатив, как бы, экономите миллионы рублей. Как бы это вот такое некое резюме. Я от себя могу дать совет, что как только вы у вас, ну там, платформа одноклассники, вот вы появились в новых, не покупайте трафик, потому что вы будете покупать одних и тех же людей. То есть вы дождитесь, пока он спустится, там, например, на один скролл, и только тогда начинаете покупать. Слушай, ты следил за продуктами компании Plarium? Меня этот вопрос волнует. Вот они по-другому как-то действуют. Не следил. Они в другом где-то месте покупают, никто не знает где. Не, просто, ну, где? Спросим, спросим. По своему опыту ВКонтакте у нас, ну, не получилось, даже там, переложив весь опыт, который у нас есть, ВКонтакте пока не получается эффективно там закупать. Ну, и весь рост, который у нас был ВКонтакте, ну, вот, собственно, откуда все началось, это все Viral и Organic. Не знаю, ну, вот, есть компании, которые ВКонтакте эффективно масштабируют трафик. такие компании? Может, обидно. это подтвердить, что вот они на ВКонтакте? По-моему, нет таких компаний. Они скромные израильтяне, они не подтверждают ничего. Нельзя говорить, если успеху. гоняться. Ни в коем случае никогда. Почему? Зачем? Другие знаете все. Смотри, допустим, у тебя есть 10 путей прохождения одного и того же пути. 9 из них не успешны, один успешный. И одна компания прошла по единому пути. Это тот пример, о котором я хотел рассказать как раз. Если по нему попытается идти вторая компания, он уже перестанет быть настолько успешным, потому что он успешным будет ровно на 50%. То есть например я постоянно двигаюсь в рамках извините за дерзкость нарушая правила. Обязательно. Если кто-то придумал правила, то он придумал их для того, чтобы ты их не обходил. Ни в коем случае. Андрей, я тебя прибью, пожалуйста. Надо так нарушать правила, чтобы сразу за тобой эти правила вводились новые. Ну извини, да. Он так и делает. Да, ну вот давайте последний кейс расскажу. Один из самых интересных. Самое последнее правило размещения приложения ВКонтакте, которое появилось после меня. Потому что я люблю нарушать правила. Все, ну многие об этом знают. мы начали менять иконки, логотипы у игр. Да, меня даже прозвали Андрей Рублев, повелитель икон. Теперь их вообще нельзя менять. Ну да. Благодаря, Андрей Евгеньевич. Только три. Спасибо ему, дайте похлопаем. Три раза в год теперь можно менять, это очень круто. Ну давайте о конкретном примере. То есть, как нам говорили раньше, как приходили умные дяди, говорили, ребята на иконке 100 на 100 должно быть обязательно какое-нибудь название, обязательно брендированный контент, который позволит узнать вашу игру, чтобы люди запоминали и все радовались жизни и все дальше было успешно. Оказалось, что это совершенно не так. Дяди это придумали для того, чтобы никто другой не додумался, как делают они. Самой эффективной механикой стало использовать просто популярные картинки из гугла. Ну собственно, мы, например, начали менять примерно пять раз в час иконку на играх. Для того, чтобы смотреть конверсию по переходам. Ну у нас есть место в каталоге традиционное, стандартное, там есть скорость потребления трафика. И вот представьте себе, вот мы такие классные, хотели сначала сделать обычный брендированный контент с названием, давайте представим, X. А потом мы начали тестировать другие картинки и у нас получилось 10, 20 X, то есть в 20 раз больше трафика. Не потому, что люди видели что-то новое, а потому, что такого вообще не было совсем. То есть по сути мы нарушили еще неписанное правило, естественно, после этого все начали менять иконки со скоростью примерно, иконка в минуту, и вконтакте сказал, друзья, что-то перебор совсем, давайте как-то это аккуратнее, три раза в год вот вам. Из-за этого проблемы сейчас, потому что там Новый год, а мы сидим такие думаем, блин, надо елочку там разместить, жалко, вдруг есть более серьезный праздник. То есть кейс стандартный это нарушать правила, я так считаю. И к сожалению, в социальных сетях, в мобильных, я уверен, ты подтвердишь это, тренд устанавливается сейчас таким, что тот трафик, который вы покупаете, почти неважно по какой цене, он не окупается. Сколько раз мы не смотрели, он не окупается. Но если купить достаточно много неокупаемого трафика, ты попадешь в тренды, в топы, и вот оттуда попрет много халявного трафика, который посчитать невозможно, и вот в этот момент все окупается. Не подтверждаю, если мы говорим про мобильные платформы. Окей, в социальных сетях сейчас примерно такая ситуация. В русских. Да, ну то есть можно там за 3-4 месяца окупиться. Не, не только в русских. Ну, в Абцентр есть замечательная штука в Фейсбуке. Замечательная. Ну, согласен, в Фейсбуке значительно лучше. В русских соцсетях вот пока именно так. То есть надо закупить кучу, кучу неокупаемого трафика для того, чтобы попасть в топы и получить непонятное количество очень хорошего трафика. Андрей, ну ты же не знаешь, какая куча должна быть. То есть куча для каждой игры разная. То есть для одной одна, для другой другая. То есть ты никогда заранее узнаешь, сколько тебе нужно влечь, чтобы попасть в каталоги и получить вот этот вот типа окупаемый трафик, который тебе там дельту изменит. Слушай, я на самом деле один раз рассчитал, но я забыл. И никому не скажу. И поэтому не скажу. Я на самом деле не рекомендую нарушать правила все-таки. Это может себе позволить только вот Андрей Евгеньевич Фадеев, что я надеюсь, ты на фейсбуке не собираешься закупать трафик картинками с гугла. Ребята, на фейсбуке скоро столько правил появится. Понятно все. Максим, можешь расскажешь про Асаду, как так получилось, что так оп и что-то там высоко. Я вот не соглашусь с Андреем, что трафик покупной не окупается, он окупается. Нужно делать для этого просто усилий достаточное количество. По поводу ВКонтакте и каталога, концептуально его логика простая, это количество денег на аудиторию. И чем больше денег у вас на аудиторию и чем аудитория больше играет, тем вы выше в каталоге. И в принципе первоначальный налив трафика во ВКонтакте он как таковой не нужен. Потому что это не повлияет. Это лишь увеличит юзеров в количестве и все. То есть в принципе если у вас игра хорошо монетизируется, вы будете наверху в топе. Если плохо монетизируется, не будет наверху. Слушай, там есть монетизируемые игры. Осада как выходила в новинках и рекомендуем последовательность какая была? Мы еще не были в новинках. Мы вот когда запускались, мы оставили новинки, думали такие, ну оставим их. Чего, все равно уже мы поднялись наверх на первое место в топе в ВКонтакте, когда еще не были готовы. У нас даже еще верлоки не было. Мы просто запустили потестить. А новинки оставили чтобы раскрутиться. Потом поднялись на первое место и мы сейчас добавились. Там, кстати, очередь очень большая. Мы добавились две недели назад и нас поставили на 30 декабря. Если кто хочет добавиться в новинки, вы будете, не знаю, с такой скоростью. там 25 декабря. Там 25 геолочек и еще не нас. Ну, видимо, да. Уже 2014 мега пошла. А рекомендуемые хорошая штука, дает много трафика. Не так, как раньше, конечно, там нету 50-100 тысяч рек в сутки, но дает. Ну, не рассчитывайте, что там будет заоблачное число, там немного. Спасибо, спасибо. Давайте перейдем к вопросам. Вот тут сразу вопросы. Прошу представляться и прям коротенько. Ладно, у нас 5 минут. Добрый вечер. Малый Михаил, руководитель продвижения игр Target Mail.ru. Ну, наверное, сейчас все подумают, просто, ну, тема трафика, она, смотрю, так всех заделывает, сейчас все подумают, что если я начну говорить, как все хорошо, то буду рекламировать Target, но на самом деле трафик окупается, да, и для этого существует просто мы, мы для этого существуем, и вся наша работа, она состоит в том, чтобы сделать те фичи, которые бы вам позволили получать конкретную аудиторию, да, которые бы вам просто потом выливались там в платящих юзеров, в том числе даже не платящая аудитория, как вот совершенно правильно Андрей прокомментировал, позволил бы там получать потом органический трафик, все дело в том, состоит, что очень надо грамотно просто подходить к своим рекламным компаниям, я тут не открою Америки, надо четко просто понимать, кого вы хотите купить, сколько вы готовы заплатить, кто вам конкретно нужен, все, вот 3-3-3 хотим закупить мужскую аудиторию, платящую, почему вы скупили ее одна компания? Пожалуйста, ставьте таргет на платящих, покупайте. Ну вот говорят, все скупила одна компания. Ну на самом деле так, да. Как так получилось? Где рынок? А да, и спрашивали, где покупает та самая чудесная израильская компания, ну так, приходите, я расскажу. Отлично, можно, можно, пожалуйста, я отвечу на незаданный вопрос. Давай. Дружище, привет. Значит, в Mail.ru в Таргете существует такая маленькая проблемка. Покупать трафик может только руководитель организации, которая, собственно, покупает трафик. Да, я генеральный директор, там, ООО прогресс-стар российского, окей. У меня работает примерно 12 маркетологов и мне очень влом давать им свой аккаунт. Вдруг я там с девочками переписываюсь. Вот, к сожалению, пока, да, типичные, типичные менеджеры, это... Хорошая шутка, Илья. Мне очень сильно надо, чтобы вы разделили. Дружище, я очень много бюджетов вам принесу, правда? Отлично. Договорились. Полезные связи. Спасибо большое. Спасибо. Еще есть вопросы, друзья? Вы все рассказали, да? А, вижу, вижу ее. Вот, как бы, вы много разговаривали о статистике, сколько это приносит денег. А вот у меня такой вопрос, вот, качество, да, игры. Все-таки, как бы, если смотреть на игру с позиции пользователей, то есть, я должен сесть за компьютер, мне просто должно быть классно. Правда? То есть, ну, и, как бы, да, классно, как бы, если я увижу... Для этого не обязательно выиграть, можно на какие-нибудь сайты зайти разные, тогда будет класснее, чем выиграть. Нет, ну, просто, скажем, я просто очень много как бы смотрел, ну, как бы, там, статистик. Смотрел все-таки, да? Окей. Нет, то есть, слушал вас, смотрел на вас, и, как вы, как вы рассказывали, и вот, ну, как бы, именно такой вопрос, как бы, какое место в статистике вы уделяете качеству, там, именно, ну, как бы, именно вот продукции, то есть, что вы, как бы... Что важнее, статистика и качество? Да, 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 вот именно вот так вот. Можно я отвечу? Вообще, конечно, ну, да, смешно получилось, но тем не менее, вопрос-то хороший. По большому счету, получается, что качество, оно, естественно, определяет, а статистика, она просто вам показывает, то у вас качество или не то. Вот и все. Наступлено. Хотел даже закончить на этой прекрасной ноте, но есть еще один вопрос. Мне интересно, занимаетесь ли вы очисткой трафика? Что имеется в виду? Дело просто в том, что вы закупаете трафик и можете ли вы его оттаджетить? Таким вот образом, у вас есть 10 игр, определять, каким образом вот этот конкретный человек, у него максимальное количество шансов получить, то есть, увеличить показатели именно в этой игре или в другой. Спасибо. Это называется целевая аудитория игры. Да, естественно, все это делают. Каждая игра на определенной аудитории рассчитана, и надо этот трафик распределять. Распределять его по каждой игре. Еще в Одноклассниках есть такая прекрасная история, когда ты можешь видеть баланс пользователя. Если ты предлагаешь различные истории для различной аудитории пользователей с различным балансом, то это очень хорошо работает. То есть, у него есть там 100 рублей, ты говоришь, вот за 100 рублей ты получишь сейчас мега-корову 584 уровня и меч в ней еще будет вводкнут. Только сейчас, только сейчас нажми и все. Столько денег надо. Ты нажимаешь, у тебя баланс обнуляется и покупаешь эту корову. То есть, в Контакте такого нет, но в Одноклассниках это хорошо работает. Какой-то бред сейчас говорили. Вообще, ответ на вопрос это невозможно. Потому что определить, во что человек готов играть или не играть, ну, пока даже психология, социология, философия и куча еще там наук, они не смогли. Недавно я узнал, что самая популярная игра у 35-летних американских женщин штата Массачусетс это слоты. Вы могли себе это представить? Не только Массачусетс. Не только Массачусетс, да. Вот, собственно, это непредставимо. Это я не мог уложить себе в голове. И если кто-то придумывает, придумывает вот, куда конкретно нам двинуть вот этого пользователя, если, ну, заранее не определять, в эти игры тоже играют, это неинтересно. Я лично отдам Нобелевскую премию. Ты же понимаешь, какой царь тебе нужен до 18, после 18? Нет, нет. Это не работает совсем. Друзья, друзья, еще есть вопросы. Еще есть вопросы. Раз уж про слоты, наверное, вопрос к Антону. Если кто-то еще знает. Я знаю, у вас как минимум есть два приложения, большой куш и слота Макс. Правильно? Это же оба ваши слова. Ну, если вы знаете. Да, я услышал. Вот. И вопрос такой, как вы объясните такой большой успех большого куша и такой небольшой успех слота Макса? Просто ему повезло или потому что в названии большой? Очень хороший вопрос. У меня такой же вопрос, кстати, Антон. Так вопрос, как объяснить? Нет, почему слот Джорни взлетел, а слота Макс нет? Это из-за названия? Я думаю, да. Да. Не, ну давай, давай. Ну правда. Потому что… Реально, название решает вообще. Думайте над названием. Конкретно вашей игры, я понимаю, о чем вы говорите. Думайте над названием несколько месяцев. Антон. Можно я отвечу? Да, да. На самом деле, просто слота Макс это клон слота Мани, а слот Джорни это свой продукт. Поэтому слот Джорни полетел, а тут нет. Да. Спасибо. Очень хотелось бы чуть подробнее узнать о том, как вы целевую аудиторию определяете и на каком этапе разработки вы этим заниматься начинаете. Супер. Андрей, вот когда ты задумался о том, какая аудитория будет города мертвых? Скажи мне честно. Это, кстати, классный вопрос. В Америке? Это та же аудитория, которая играет слоты. 35-летние женщины. Не, на самом деле определить это невозможно. Мы очень удивились в нашей аудитории, когда спустя 3 месяца тестов абсолютно на всех выявили примерную целевую аудиторию. Причем она во всех странах разная. Очень сильно зависит от ментальности пользователей. Я считаю, это невозможная такая штука. Там работает вербальная виральность, когда один приглашает другого, причем не через средства социальной сети, а вот языком. И да, своим причем. И только так все и работает. Я не уверен, что целевую аудиторию для любой игры можно определить. Определить нельзя, но можно посчитать, когда есть статистика. Как у тебя там есть, я не знаю, 100 тысяч игроков, и они все платят. А соцсеть показывает профиль. Возраст, откуда человек и пол. И это достаточно, чтобы понять, что там аудитория мужчины 25-28 лет платит. Там арпу у них самое большое. Самый классный пример последний. Петр, извини, пожалуйста, это очень важно. Мы таргетируем рекламу на 13-летнюю казахстанскую, не, лучше 13-летнюю казахстанскую девочку. Совершенно неожиданно. А она бац и приглашает своего дядю шейха из Саудовской Аравии, который приводит с собой 24 друга, которые в среднем тратят по 100 тысяч долларов на игру. Вот вам и все. И никаких кейсов больше нет. Это же не бизнес, Андрей, это удача. Не злупишься девочкой. Нет, один шейх это не бизнес, 24 это бизнес. Хорошо, следующий вопрос. Добрый вечер, Ирина, компания Free2Pay. У меня вопрос, наверное, больше по моей части, мы занимаемся рекламой в приложениях и вопрос такой, как вы оцениваете роль рекламы в монетизации ваших играх сейчас, как вы оцениваете потенциал рекламы в монетизации, готовы ли вы двигаться для развития каких-то больших возможностей для рекламы в ваших приложениях, насколько вы считаете это целесообразным? Друзья, можно Антон Ярошук ответить на этот вопрос? Он просто вчера отвечал на него очень круто. Ответишь? Да, вчера классная была ночь. Ладно, хорошо. Есть кто ответит? Какую роль играет реклама? Мне кажется, мы, например, в играх рекламу вообще не размещаем. Размещаем это только в приложениях. Мне кажется, игра, если это хорошая игра, должна зарабатывать на монетизации, а не на рекламе. Все там, танцы с бубном, давайте продадим офферы в какую-нибудь другую игру, которая будет бесполезна для покупателя, но они не работают в принципе. Я считаю, что в играх не нужно рекламу продавать. Если это не какой-нибудь большой продукт-плейсмент, если это не какой-нибудь большого бренда с хорошим бюджетом, начиная от 100 тысяч долларов как минимум, с посещаемой игре, тогда это работает, это можно сделать. Но именно баннерная реклама, боже прости, нет. Если у тебя приложение какое-то, то зарабатывай на рекламе, потому что там нет монетизации. Игры, зарабатывай на монетизации. Мы на своей практике пробовали, кстати, заработать именно на брендинге крупном, тоже как раз там были еще даже выше цифры. И в итоге получилось, что игра свеч не стоит. То есть негатив аудитории от того, что им что-то тут начинают впаривать, перекрывает вот эти вот в принципе небольшие деньги на фоне общей монетизации. Ну да, мы это тоже замечаем. Любая интеграция, фотостатус или чего, ты всегда показывал сбой аудитории, который заходит, а тут им это дают, велосипед выиграет, то выиграет. Если ты все грамотно делаешь, то еще более-менее поросев идет. Если ты делаешь не грамотно, то ты можешь потерять пол аудитории. Если это, по крайней мере, хоть как-то купается, ты должен это делать. Может быть, как-то стоит о креативах подумать, чтобы аудитория не падала. Ну вообще можно в играх вообще рекламу не размещать. Так будет жить прекрасно. Антон, а как на мобилках обстоят дела? Просто доходили слухи, что там на рекламе существенный доход идет. Ну вот мы сейчас, собственно, проводим эксперимент с рекламой. Не слышно? Сейчас слышно? Мы сейчас проводим эксперимент с рекламой, непосредственно с iAds. И вот буквально там результаты исследования наших аналитиков на прошлой неделе сказали, что мы ее таргетировали на неплатящих с днем жизни более 15-го, показывали им эту рекламу. Но так или иначе, все равно мы это себе... То есть с нее идут деньги, но мы это делаем себе в минус. То есть посчитали, спрогнозировали, что люди, которые из-за негатива, которые они испытывают в виде рекламы уходят, мы теряем больше денег, чем зарабатываем на рекламе. Ну, это конкретно наш кейс. Может, у кого-то другие результаты. А что касается рекламы в социальных сетях русских, которые мы говорим, ну да, наверное, только product placement. А вот эта реклама, которая, наверное, вы говорите, это реклама не в играх, это реклама в приложениях. Я вот сейчас боюсь со вчерашней речью Антона, наверное, не совпасть, потому что я ее не слышал. Но мы вот до недавнего времени, и, в принципе, до сих пор относимся к рекламе как к приятному бонусу, который вот взял и прилетел. Но! Но! Я сразу скажу для начинающих разработчиков, которые тут, наверное, может быть, еще какие-то есть, такие бывают. Не как бы product placement и все вот эти вот умные слова в монетизацию не закладывайте. Это работает только на больших числах. Вот и у нас эти большие числа есть. Потенциально, если будет база, никто не может предоставить, ну, у нас есть хорошие кейсы с тем же Free2Pay за 100 тысяч долларов, то есть какие-то ощутимые деньги, которые приносили акции. Если кто-то будет предоставить базу, которая будет на постоянной основе и не очень навязчиво предлагать игрокам, которые не 100% не монетизируются на каком-то определенном этапе, например, там он проиграл месяц и не заплатил, ему опана, давай, ладно, вот тебе монетизируйся и так, ну, возможно, это будет работать. Ну, может, какой-то процент будет увеличиться, какой-то процент значительный будет от офферов этих идти. Ну, и пока что этой базы нет, вот мы надеемся, что, может быть, ее нам предоставят. Но пока что этого нет. Спасибо, спасибо. Что, друзья, есть еще вопросы? Отлично, все хотят отдыхать. Лерик, нет. У-ху! Всем спасибо.